всем привет коротко расскажу в чем дело у нас в прошлом году была целая серия от снятых видео но по техническим причинам отмонтировать во время мы их не смогли и по итогу выкладе в зиму просто не стали поэтому сейчас вот это видео саратовом который вы посмотрите это видео 23 года осени таких видео будет несколько и не удивляйтесь что будет несколько закрытые сезонов потому что мы в прошлом году саши три раза пытались закрыть сезон вот и пера закрыли погода позволяет еще раз закрыли погода позволила и еще раз закрыли вот поэтому всем привет привет друзья мы сейчас находимся под саратовом 50 километров севернее как мы здесь оказались на самом деле у меня была давнишняя прям мечта устроить хорошую интересную ловлю на big bait и договорился с сергеем жмуром что приеду но по технической причине приехать он не смог в итоге мы оказываемся здесь под саратовом без человека который понимает как здесь ловить и вот здравствуйте рыбалка с чистого листа мы несколько дней провели здесь пытаясь понять эту ловлю что получилось как бы ну увидите сейчас но по крайней мере хотя бы начало понимания этой воды у нас уже появились и то вывалилась видели в охолоте несколько экземпляров вот сейчас третья постановка были пару хороших поклевок это все классе от течение довольно сильно и думал что что-то более-менее приличное казалось двушечка это отвалилось вон около лодки что-то рыба неактивная такая первый день чего-то посмотрели чего-то попробовали было еще холодно а где-то были прям конкретно по зимнему по зимнему поймали несколько судачков причем работали на глубине 10-12 из коряжников ну то что мы любим и умеем делать поймали несколько щучек ну собственно это был такой пробный выезд разведка вот прям по душе около душе а 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 то есть что что в что серьезное блин уперлась хорошо ну вот это уже поинтереснее рыбешка хотя конечно не то зачем приехали но по крайней мере река оживает ждем дальше ловим это взяла метров с 10 глубины просто на рельефе сразу объекты пока не хочет где быть не контакт а у соски даже покрывки есть но мы продолжим тебя объектив не грязный вы его только что заляпали под саком как считаешь мы буек увидим или не увидим прежде чем у него стукнемся увидим на самом деле туман сильный но вот берег там метрах 40 как-то было видно а так вообще вот едешь к члене такое что метров там 10-15 впереди видно еще а в целом вот во второй день вчера собачий холод минус а сегодня уже плюс пока 8 наверно сейчас мне сейчас похладнее я обещать плюс 8 я его выставляю на руку бля ты извини я даже заброс и сделал с гостей лаэш ну тоже маленькая, на сколько это? ну больше трешки ну больше трешки, да ну да, три скопил опять, смотрите размер 9 дюймов 3 килограмма в лед там, в топке все, давай это твоя там, падла? нет а? как стоял коряга 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 блин, соскочила коряга и щука за корягой которую не видно было а, вижу, поводок промахло да, поводок, солнце видно, свиной хвост слушай, вот это хорошая была это была не трешка здесь я выделяю вот для себя, что-то 4 варианта рыбалки первый вариант рыбалки, как бы это рыбалка судаковая, то есть здравствуй, глубины 12, ну 10, 12, 20, 25 нас она не сильно интересовала потому что интерес был в биг бейте второй вариант это ловля на скажем так канавах в островах что такое канава в островах? это примерно 6, 7, 8 метров глубина какая-то бывшая речка либо там канава сейчас никто не скажет да вот и рыбалка по свалам в этих местах то есть интересная тема только-только смеляка на бровку начали скинуть все это уж поклевка здесь в чем прикол 90 градусов такая вертикальная там бровка внизу ходит а вот и под ней стоит судак и щука вот в данном случае судак третий вариант рыбалки это рыбалка по чистым голым свалам резкий свал от 3 до 20-25 метров глубины и вот на этом свале вот на этом перепаде надо искать условно говоря козыречки на которых стоит рыба из которых она клюет смесь здесь поспал пожалуйста куда вот туда вот на край если мы видим все их вот там с левой стороны зачем Кирюх, стой лови понятно ладно, хорошо стою и ловлю есть сучок да сучок да сучок нет на меня пошла а на меня пошла хорошая нормально ой как красиво спай про вид а 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 гущим поймал рыб гущим поймал рыб да ну че все нормально ну не трофей но уже такой зачетный размер можно сказать неплохо не супер но уже неплохо таби даби девятка прямая проводка топим 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 на ну 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 ты че о а сколько это шестерки и последний вариант четвертый который я отдельно прям выделяю это рыбалка на свалах они причем разные могут быть там резкие и нерезкие но именно в коряжнике Когда река подмывает берега, падают деревья, и вот в этих деревьях столовалась рыба. Именно лежат полностью деревья со всеми стволами, ветками, с раскидистыми. И щука, и судак как раз ровно в деревьях живут. То есть рядом, когда рыба неактивна, а мы ловили в основном, когда рыба была неактивна в таких условиях, она вся в деревьях. Чтобы поймать рыбу, нужно кинуть именно в дерево. А деревья лежат все от берега в глубину, и соответственно мы вставали на 10 метров глубины, это примерно метров 20 от берега. Кидали метров на 15, забрасывали в сторону берега, за коряги, перебрасывая вот эти вот лежащие деревья. И потом через деревья протаскивали приманки, и поклевки получали в основном либо в самих деревьях, либо сразу за деревьями. Ух ты, хорошее! С корешки вытащим. О, мы-то, 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 мы-то. О! Класс! Это лютейший коряжник. Прям лютейший. Вообще, у меня срезка первая, он кидает туда. Да-да. Может, она и срезала. Может, она. А может, не она. А может, не она. А может, не она. Ну, это, да, шестерочка-то верена. Может, даже и папа. Да. А все трулит с восемнадцатым поролончиком или силикончиком. Кстати, могла и убежать. Дырку уже расфигачила. Хвост. Пошла. Мы поймали всего лишь две шестерки. Потому что, как я уже говорил, активность рыбы упала. Но у меня была задача ловить на биг бейт. И мне самому хотелось именно поймать трафинную щуку. Но размерка качала, к сожалению. Сашке проще. Он ловит на свои спать бомбы разного размера. Это поролонки. Вот. А я прям менял джиг классический. Даже пробовал воблер. Кстати, ни одного контакта, ни одной поклевки. Но рыбы в пассиве. И биг бейт. Основная масса времени, потраченная мной, это биг бейт. Результат крайне скромен. Ну, на джиг там что-то получилось. Судачки какие-то. Ну, и щучки. И щучки. О, вот это хорошо вдарил, блин. Может, это щучка. Там что-то наверх пошла. Сейчас щучки, щучки. Похож на щу. И не очень хорошие, но так. Ой, бобзах. Ой, да, темнее. Да ладно, нормальные щучки. Ничего не говори. Давай. Она сопротивлялась, как настоящая. Щучки-то тут, блин, ну, там по четыре. Побыстрее. Чтоб не повредилась. Ну, сразу. Вообще интересно было сравнить работу с одной лодки, с одних мест крупного поролона и крупного силикона. Ну, в виде бигбейтов. Да, в нос. Когда рыба полностью отключена, она эпизодически может схватить приманку, которая падает ей на голову. То есть, прямо вот перед носом. И в этом случае? В этом случае, да. Жиг все-таки носка переигрывает. Да. О-о-о. Хорошая? Да. Вот эта. Вот эта взяла, видишь? Прямо. А, это взяла туда. В пачке. Вот она. Самая большая обидка Прилоги любви Десятки много Выходят, доходят Не тыкаются, просто идут некоторое время рядом Че б ты не делал, ускорялся Замедлялся, дергал Бесполезно, все, она разворачивается, уходит А пролон крупный Термы хорош Особенно в таких условиях, где Резкие, крутые свалы и течения Он падает ей на голову С другой стороны, малейшая Какая-то активность, малейшая активность И тут же крупная приманка Начинает, ну именно биг бейт У меня будет 9 дюймов Трикки Тейл 9 дюймов Таби Дадя То есть такие Рыба! Да нет, Саня, не понял Она там биг бейт помолит Мда Печаль Просто печаль, ребят Ну так нельзя Биг бейт девятка С хвостатой, длинной, здоровой Рассчитан на хорошую крупную рыбу Че у меня клянуло? Есть ли, Саня? Три-то? Ну три есть, ладно Смотри, что Биг бейт размер С полщинки И ничего, штыковал Собственно говоря, мы ловили не только на биг бейты Мы ловили еще и пытались поймать ночного судака Но эта зараза тоже вступает Опять же, вот этот резкий перепад температуры Скорее всего Потому что мы можем так догадываться Ну вот, Саша когда мы поймал Вот вечерний В начале, вот еще на второй день поклевали Сегодня, он кажется, говорит, вообще Делай Вот он Нормальный судачок Темный судак Я на эту поездку Планировал потестировать Крупный поролон В новых условиях Потому что на домашнем водоеме Я два года уже ловлю только на крупный поролон От 16 до 22 сантиметров О, есть О, какая она Все-таки надо Нет, она не большая Верхняя была Блин, так белая тоже Иди сюда Ну что, что Нормально Ну, крестико О, красавочка Ну, наверное, даже 3,5 Пролоночка даже вывалилась Вот так Красавочка Ну что, отпускаем сразу Не будем Собственно говоря У меня было два удилища Это Канда и экспрессерийная С тестом 16-70 И диктатор Это бигбетная палка Наш тривенский диктатор До 180 грамм Почему 180? Потому что Я делал два варианта проводки Трикотейлов 9-дюймовых Это простая проводка Ударная Поэтому 180 Потому что С тридцатом Ударную проводку Правильно сделать нельзя Катушка Твин Твин 21-го года Плетенка 2.0 Ну, двушка Саша ловил Экспириенсом Основным 12.45 Твин Пауэр Тоже 4-х тысячный Как у меня И, соответственно Плетенка Тоже 2.0 Вот это вот Наши снасти Которые мы использовали Вот в этом виде Которые вы видите Мелкая-мелкая Сюда Окунь О! Вот это Окунь Вот это Да Блин Вот это Да Это Это Прям Красавец Приятно Прям Реально Приятно Хорошая Окунечка Хочу сразу сказать 6 дюймов 6 Красавец Красавец Тяжело Не хвоста Не хвоста Вам ни чешуи Всего доброго До свидания Всем пока Редактор субтитров Редактор субтитров